Добрый день, драгоценные братья и сестры! Сегодня хочу рассказать вам о новых мероприятиях, о новых событиях, которые будут происходить в нашей Церкви. Они связаны с той обстановкой, которая есть сейчас не только в нашем городе, не только в нашей стране, но и во всем мире. И это мероприятия, которые нам приходится переводить на режим онлайн. Так как введено чрезвычайное положение, в том числе в нашем городе, и организация мероприятий свыше 50 человек просто запрещена, а мероприятия, личные встречи советуют ограничить, перестать встречаться так часто, как это требуется, может быть есть какая-то необходимость острая. Мы предлагаем перевести наши мероприятия, в том числе церковные, на формат онлайн. И если с воскресным богослужением это понятно, у нас оно настроено и работает, и онлайн подключение, онлайн собрание для многих понятные и привычные. Для кого-то, может быть, возникли сложности с этим, но я думаю, что вы разберетесь. У нас есть другие мероприятия, и в том числе есть такие мероприятия, в которых нужно встречаться людям. Встречаться и не просто доносить одному человеку остальным, что он имеет, но общаться между собой, решать какие-то вопросы. Это может быть встречи лидеров, встречи служений, может быть встречи домашних групп. И для этого есть доступные сервисы, доступные возможные сервисы для того, чтобы проводить подобные собрания онлайн. И я предлагаю проводить в таком формате домашние группы. Домашние группы, которые можно было бы, не встречаясь физически в одном месте, тем не менее, встречаться всем в одной онлайн комнате, в одном онлайн пространстве, видеть друг друга, общаться друг с другом, молиться вместе и проводить таким образом служение. Для этого есть определенный инструмент, он называется Zoom. Это такое приложение, такой сервис, который доступен сегодня многим людям, которые пользуются интернетом, и мы решили, что с завтрашнего дня, со вторника, вы можете им воспользоваться для проведения своих домашних групп. И если вы по какой-то причине не посещаете домашнюю группу, или у вас не получится настроить этот сервис, для вас будут специальные ссылки выложены завтра во вторник на наших сайтах, группах, в мессенджерах. И вы можете по этим ссылкам перейти на встречи, которые будут организованы лидерами, служителями нашей церкви. И на этих встречах мы с вами будем разбирать воскресные богослужения, как на классической домашней группе. Поэтому я надеюсь, что у вас все получится. Я сейчас в следующем видео буду рассказывать о том, как этот сервис подключить, как пользоваться этим приложением. И я думаю, что оно очень понятно и просто в обращении. У вас получится это сделать. И вы присоединяйтесь, организовывайте эти встречи, не прекращайте свое общение, не прекращайте взаимодействовать с братьями и сестрами, в своем служении, в домашней группе. Продолжайте молиться друг за друга. И я верю, что этот инструмент поможет нам не только сейчас, в это непростое время, но и в дальнейшем поможет нам просто развиваться и иметь гораздо больше ресурсов для того, чтобы нам жить и жить разнообразно. Смотрите следующее видео, там я буду объяснять, как мы будем подключаться к этому сервису.